Доброго времени суток! С вами снова время кукол! Грей, ты чего это себе на лицо нацепил? Себе опять кто-то по носу съездил! Ты глупая или да? Человеческие новости не смотришь? Сейчас все так ходят! А зачем мне человеческие новости, если я кукла? Я тут всяким дурым там что-то объяснять не нанимался! Твои проблемы! Ладно, сделаю вид, что не заметила твоего идиотизма! Приветствую, с вами Джойс! И сегодня мы будем качать ляжки очень популярным нынче способом! Руки на пояс, немного согнули колени и поехали! На самом деле это веселее делать под соответствующую песню, но вы сами понимаете, авторские права! Всем хрусть! И что это было? Ты просто пещерная баба, Мэтси! Ты чё тут не в курсе? А должна? Ты вообще где была последние пару месяцев? В тундре ежиков ловила? Просто у меня были дела поважнее, чем драгать ляжками, Греюшка! Это ты у нас, как истинная леди, не мараешь ручки о тяжелую работу, а остальным приходится трудиться во благо нашего общества! Во благо нашего сообщества есть я! Все остальное пустая трата времени! Пустая трата времени это твои попытки причесаться, детка! Что? Ну, Святой, кушаешься, лохматень подзаборная! Тише, детка, пропустишь полезный совет! В наше жестокое время постоянных стрессов так важно сохранить свое душевное спокойствие неприкосновенным! За нашими душами постоянно охотятся демоны и коллекторы! Чтобы сберечь себя, возьмите жгутик или веревочку, окропите их святой водой и трижды произнесите, мне словом изгонять дано, изыди всякое говно! Теперь возьмите веревочку обеими руками, подкрадите к демону, что вас мучает сзади, и затушите эту пазлу к херам! Это тебе за трактор моего деда, пазла! Всегда знал, что она поехавшая, чтобы настолько... А по-моему, очень хороший совет. Ага, для таких дуболомов, как ты, сплошь применение силы и никакого изящества. Ох, какая же ты все-таки принцесса изящный мой! Что ж, настало время новостей! Мир, с вами Адриана. И свежие новости квартирного сообщества кукол. На полке башкастой элитки очень остро встал вопрос о перенаселении. Проблема в том, что помимо представителей самой элитки, с ними поселились и другие, менее башкастые и более дешевые куклы. Вот что сказала принчи Аннабель. Это просто кошмар. Сперва это плюшевое недоразумение подселили, затем Олег с просечной блазь и какого-то типа корейца. Мы терпели. Но поселить с нами подделку с моим молдом? Это высшая степень пошлости. Мы требуем немедленно отселить от нас этот сброд. Тем не менее, старейшины заявили, что в ближайшее время никого переселять не собираются и придется башкастой элитке смириться с новыми соседями. Творческий дуэт «Весело в депрессии» объявил о начале работы над новой песней. Детали нового клипа и текста песни пока не разглашаются. Новость с пометкой «Срочно». Всех психически нестабильных, нервных и просто мнительных жителей сообщества убедительно просим не смотреть пока человеческий телевизор и не заходить на новостные сайты, дабы у вас не возникло желания воровать хозяйский рис и бояться отсутствия гречи в шкафчике с крупами. Старейшины объявили о новом правиле, по которому отныне запрещено шариться по квартире в ночное время суток. Это связано с тем, что ночные шатания будят домового Василия и нервируют спящую кошку. Все нарушившие это правило будут два месяца убираться в вольере морской свинки голыми руками. На сегодня это все. До встречи. Не смотреть человеческий телевизор? А чем заняться вы, цитая Дэли, скуки прикажете? Это все, что тебя смутило в сегодняшнем выпуске новостей? А что еще? С запретом на брождение по ночам я полностью согласен. Неважно. Наша новая рубрика от Мастера Звездячества. Стоп! Какая еще новая рубрика? Здравствуйте всем! С вами Сэйджи и сегодня я познакомлю вас с нашим аналогом человеческого гороскопа. Именуется он Сырнякл. А вместо знаков зодиака у нас сырные отметины. Всего существует семь отметин. По семи любимым животным великого сырного кубика. Отсчет в Сырнякли начинается от 20 января. С 20 января по 29 февраля заныки. Появились на свет в праздничном промежутке года. Где-то уже отгремели новогодние салюты, а китайцы только начинают праздновать. В феврале их ожидает еще густочка праздников. По этой причине заныки склонны все ныкать. Подарки, деньги и конфеты. Все это ныкается по углам, чтобы никто не нашел и не отобрал. Кроме того, ныкается также и то, что заныки планируют подарить сами. Заныки могут быть весьма щедры, но в то же время очень экономны. Они мастерски балансируют на грани жадности и расточительности. Однако за свои личные богатства могут больно покусать. С 1 марта по 1 мая шуршата. Шуршата – весенние существа. В этот период они активно начинают готовиться к теплому весенне-летнему периоду. Они отчаянно худеют, незаметно шурша в углу по ночам пакетиками от чипсов. Бегают по магазинам в поисках красивых вещичек, попутно шурша пакетами. Они тщательно перешуршивают теплые вещи, чтобы бережно сложить их до следующих холодов. Отдельные особи шуршат. Любят шуршать пакетиками с семенами и рассадой, что благоприятно всказывается на их эмоциональном состоянии. А про остальные сырные отметины я расскажу в следующих выпусках. Увидимся! Ну-ну. Моей кузине, значит, крылья оторвала, а свою протащила. Ну, во-первых, я ее не на чужое место поставила, а во-вторых, она тут ненадолго порассказывает про свой сырняк и выуспокоится. Молодец, новуличная пучеглась. Да ладно тебе! Давай лучше посмотрим твою любимую рубрику «Три каверзных вопроса». Надеюсь, ты когда-нибудь тоже туда попадешь. Приветствую! Я Франческа. И сегодня я вновь задам свои «Три каверзных вопроса». На этот раз моей жертвой стала милашка Рарити. Здравствуй, Рарити. Здравствуйте. Ходят слухи, что ты третируешь своих соратниц по бренду. Это правда? Нет, я никого не третирую. Никогда. Просто прошу соблюдать внутрибрендовые правила. А эти внутрибрендовые правила включают в себя избиение тех, кто с ними не согласен? Я никогда никого не била. А что тогда случилось на одном из ваших собраний, когда твоя подружка Пинки вышла из коробки с огромным фингалом? Она просто споткнулась и мою снятую обувь ударилась. А зачем ты там обувь снимала? А это уже четвертый вопрос, и я не намерена на него отвечать. Значит, что-то скрываешь. Ты мерзкая провокаторша, вот! Подожди-ка, у тебя же ног нет. Тогда вдвойне непонятно, зачем ты обувь снимала. Обрубочки мои потеют и пахнут. Довольна? Твои ноги что, воняют вареной брюссельской капустой? Подожди, у тебя же стельки из этой капусты. Серьезно? А я-то думала, почему мои сапоги внутри такие скользкие стали. Я даже не знаю, как это комментировать. К такому жизнь меня не готовила. Так, вот куда в прошлом месяце делась вся брюссельская капуста. А мне сказали, что она от меня в Брюссель укатилась. Фу, ты это ешь? В здоровом теле здоровый дух, Мэдси. Теперь понятно, почему ты такой противный. Прям как эта вареная капуста. Питаться надо так, чтобы все восхищались какой-то охренительной в своем рационе. Лучше бы тебе с такой кислой мордой ходить было стыдно. Знаешь что? Время принятия пищи. Твою же... Блин, ну что это? Рагун. Из тушеного шпината с луком и вареной речной рыбой. Это было время кукол. Дерегите себя и свое здоровье в эти сложные дни. Увидимся. Девангласс!